Маслобойка 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 имеет вращающуюся ручку, внутри с помощью неё деревянные лопасти крутятся и таким образом сбивается сливочное масло. Появление таких ударных маслобоек гораздо облегчили трут хозяек, чем сбивание их масла различными толкушками. Как пользоваться такой маслобойкой? Да очень просто. Сначала хозяйка маслобойку обдавала горячей водой, затем холодной, и вот только после этого маслобойка готова к работе. В маслобойку заливали сливки или сметану, накрывали крышкой и начинали крутить рукоятку. Крутить рукоятку нужно было долго, не останавливаясь, а иначе ничего не получится. При вращении лопастей внутри маслобойки сметанная масса смешивалась и таким образом получалось сливочное масло, которое потом налипало на деревянные лопасти. Многие изобретатели в течение длительного времени пытались внести изменения в усовершенствование маслобоек, и так появились фабричные маслобойки, например, «Альфа Лаваль». Впервые в России сепаратор де лаваля встречается на выставке молочной продукции в Вологде в конце 19 века. В экспозиции «Торговая лавка» музея купеческого быта представлен экспонат маслобойка фирмы «Альфа Лаваль». В 1998 году это был первый экспонат, который можно было трогать руками. Ждем вас в гости в музее купеческого быта в поселке Епифань.